Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала с вами. Женя, вы на канале Счастье у нас сами, где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Начали выходить саблиминалы, это очень интересные практики, в которых в музыку вплетены сообщения, ну аффирмации, высказывания, которые беспрепятственно поступают в ваше подсознание, тем самым ваше подсознание начинает помогать вам вот в тех вопросах, которые ставятся вот в этих практиках. Применяйте, все сделано для вас. Ну и сейчас у меня новая колода, интересная очень колода, хочу показать ее. И это госпожа Ленорман, название очень интересное. Называется она Макароний. Вот не знаю, почему она так называется, надо мне будет просто посмотреть, потому что заказала я ее давно, шла она ко мне, ну, чтобы вам не соврать, месяца 4. Вот, потому что шла она из России, и вот только-только я ее сейчас получила. Ну, давайте я посмотрю, что же спешит в вашу жизнь. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Ну, а я посмотрю, что же спешит в вашу жизнь. Надеюсь, что спешит обрадовать. Первый раз, предсказывая на этой колоде, будет очень интересно. Вы улыбнулись, вы сосредоточились, вы похвалили себя. Я начинаю. Что же спешит в вашу жизнь? Ну, могу сказать, что в вашу жизнь спешит очень много общения и разговоров. Первое, что я могу сказать. Будут, даже у некоторых из вас, будет определенное выяснение отношений с вашими партнерами или с вашими партнершами. Также это может быть выяснение отношений с родными, близкими на работе. Вот это первое, что спешит к вам. Опять же, тут уже сразу могу дать совет. Выяснение отношений должно быть спокойное, гармоничное и конструктивное. Да, я понимаю, что бывают недопонимания. И тут я именно вижу ситуации, в которых будут происходить недопонимания. Но эмоциональность, особенно излишняя негативная эмоциональность, приводит к скандалу. Скандал не нужен никому, поверьте. Каждый скандал отталкивает вас от позитивных результатов, притом не только в аргументе, который будет, а именно по жизни. Каждый ваш негативный выпад отзывается через какое-то время, а отозваться он может совсем в другой сфере жизни. Поэтому контролируйте именно негативные эмоции. Позитивным можете предаваться. Давайте я посмотрю, что же еще спешит в вашу жизнь. Ну, для некоторых из вас в командировке. Командировки, переезды, перемены на работе. Это может быть не только перемена места работы, а перемены на работе. Если соединить эти две карты, я хочу сказать, смотрите, особенно если будут какие-то выяснения отношений с коллегами, будьте очень аккуратны, чтобы это вам не навредило на вашем рабочем месте. Тут я хочу сказать, что некоторых из вас, да, ждет командировка. Больше я вижу, это деловые командировки. Ну, а для некоторых из вас даже может быть долгожданный отпуск на пороге и спешит к вам. Ну, и, конечно же, могу сказать, что для тех, кого интересует, кто хочет поменять работу, да, перемена работы идет в самое ближайшее время. Оно спешит к вам. Ну, и еще, что же спешит к вам. Смотрите, мы не все любим, все мы не любим выполнять приказы. И тут вышла карта, что бывают такие ситуации, что нам надо выполнять именно приказ, хотя мы не в армии. Вот, и тут получается, что будет какой-то у вас душевный, душевный всплеск, именно душевное отторжение некоторых вещей, которые вам скажут делать на работе. И не потому что это не ваша обязанность или что-то в этом роде, а потому что это будет сказано определенным, ну, не совсем приятным тоном. Что могу сказать? Улыбнитесь, скажите да, идите и занимайтесь своей работой. Главное, улыбнитесь. Не важно, каким тоном человек вам даст поручение. Улыбка погасит, по крайней мере, ваше внутреннее состояние погасит ваш гнев на то, как человек к вам обратился. И еще спешат предложения, предложения, которые будут пытаться, люди будут пытаться вас склонить к вложению куда-то, вложению денег куда-то, к регистрации куда-то. Будут пытаться что-то вам навязать. Это вам абсолютно не нужно. Конечно, выбор ваш, вы все равно решать будете сами. Но по этой карте я вижу, что не нужно вам соглашаться на предложение людей, особенно если они начнут вас уговаривать. Вот тут я вижу ситуации, когда вы скажете, вы знаете, меня это не интересует, а человек будет продолжать вас уговаривать. Поэтому лучше не соглашайтесь. Вот как интересно, интересно предсказывает эта колода.